Это Prime Time. И главная тема сегодняшнего выпуска – двусторонние отношения между Казахстаном и Катаром. О заинтересованности государства в укреплении сотрудничества говорит и динамика встречи на высшем уровне. Так, например, в 2023 году лидеры Казахстана и Катара трижды проводили переговоры. Сначала это было в рамках первого саммита Центральная Азия, Совет Сотрудничества Арабских Государств, Залиева, что было в Саудовской Аравии. Затем во время рабочего визита эмира Катара в Астану для участия в Астанинском международном форуме. И еще одна встреча состоялась на полях всемирного саммита по климату в Дубае. Другими словами, между странами установлены крепкие доверительные отношения. А вот нынешний визит Касым Жумар-Стукаева в Катар должен придать сотрудничеству дополнительный импульс, что в принципе не вызывает ни у кого никаких сомнений. Вот те перспективы, которые за этим таятся, что Казахстан ждет от Персидского залива и в частности от Катара, и какие возможности открывает Казахстан для арабских стран, опять-таки в первую очередь говоря про Катар, и сегодня на эту тему мы и будем говорить с гостями. Я хотел бы с удовольствием вам представить наших экспертов, которые находятся уже в студии. Во-первых, это главный эксперт отдела международной безопасности КИСИ при президенте Эмин Джабаров. Эмин, здравствуйте. Здравствуйте. А также я хотел бы представить вам эксперта Института мировой экономики и политики Ершултана Женситвы. Ершултан, добрый вечер. Здравствуйте. Ну, давайте начнем с того, что действительно все чаще сегодня возникает такая вот повестка «Казахстан и Ближний Восток». Мы видим, как за последние, скажем так, 2-3 года участились визиты в обе стороны. Эмин, вот первый вопрос вам. Давайте все-таки пытаемся понять, почему Ближневосточному региону и вот этой Ближневосточной семье так интересен сегодня Казахстан. Ну, давайте определимся нам, мы сейчас говорим про Катар и почему именно Катар. Ну, давайте, в частности, Катар, да, давайте об этом говорить, потому что сегодня президент там. Да, Катар, он, на самом деле, он, да, они родственны культурно в семье Саудос-Караеве, с Эмиратами, понятно, халиджи, их идея, да, создания какой-то наднациональной какой-то идентичности, но Катар всегда играет отдельную роль. Катар претендует тоже быть региональным игроком, региональным лидером, и у них зачастую в Саудос-Караеве возникают какие-то проблемы. Да, за что, кстати, я хотел добавить, недавно он и попал в такую экономическую блокаду, да? Да, он попал в экономическую блокаду от Саудос-Караеви, и поэтому для Катара важно выстраивать какие-то отдельные отношения, в том числе с Казахстаном. Ну и Казахстан, как вы знаете, у нас многовекторная политика, мы дружим со всеми, мы дружим и с Саудос-Караеви, и с Эмиратами, и с Израилем, и с Оманом, и с Ираном, поэтому для нас важно выстраивать эти отношения. Можно как и регион с регионом, но если как регион, если Катар не интегрирован туда, то отдельно с Катаром нам важно иметь отдельные отношения. Именно, ну а начнем с того, что Казахстан-то в этом плане, опять-таки, не относится к этой группе страны, как бы там ведет только централизованно с кем-то с одним, да? У нас в этом вопросе, что касается Эмиратов, понятно, исторически Саудовская Аравия активизирована сейчас мощнейшим образом, Катар точно так же активизирован сегодня мощнейшим образом. Вот главный вопрос, на который вы не ответили, зачем этим странам сегодня, какой у них стратегический интерес в нашей стране? Ну, конкретно у Катара, допустим, это продовольственная безопасность. Когда у них испортились отношения Саудовской Аравии, у них вот были кадры, опустили прилавки. И поэтому для Катара важно иметь страны, которые обеспечат их продовольствием. Поэтому Катар активно вкладывает агробизнес, сельскохозяйственный бизнес в Казахстане. Им важно иметь вот эту продовольственную безопасность, цепочку, supply chain, да, чтобы у них связь была, и они не зависели только от одной страны. Ну, а вот когда мы говорим про вопрос того, что, сейчас еще вот вам последний вопрос хотел задать. Когда мы говорим про вопрос инвестиций, вот эта структура инвестиций, как она выглядит? Точнее, не структура, а сама концепция. Это формат каких-то совместных предприятий, они выкупают здесь проекты, они совместно с казахстанскими компаниями создают совместные предприятия. Как вообще это в массе своей выглядит? Я, честно сказать, не знаю деталей, но для нас это важно привлечение инвестиций. Это один из послов государства был, привлечь инвестиции, развивать бизнес. И Катар конкретно заинтересован в агробизнесе, в сельском хозяйстве, в Казахстане. И мы выстраиваем вот эти отношения. А формат? Юр Султан, может быть, более подробно скажет, как, собственно, и скажет мне на тему того, что, если не ошибаюсь, по-моему, и отношения Катара с группой ближневосточных стран, своих соседей, по-моему, уже сейчас выравниваются, да? Да, совершенно верно. Касательно инвестиций в Казахстан, в первую очередь надо отметить, что Катар в этом плане гигант. Если совокупно активы фондов арабских стран заливов в прошлом году составили около 4 трлн долларов, то на долю Катара из них приходится примерно 500 млрд. То есть это, несмотря на то, что географически это маленькая сторона, в плане потенциала инвестиционного, это гиганты, это колосс. Для сравнения, наш нацфонд это 60 млрд долларов, там 500 млрд. Говоря об инвестициях, мы можем привести пример, опять же, как мой коллега упомянул, в плане АПК, уже прорабатываются проекты по переработке пшеницы, зерна в северном Казахстане, то есть это совместное предприятие. Другой проект, это совместно с Китаем, где Катар выступает как технологический инвестор, это переработка молока. То есть, опять же, как уже упоминалось, интерес для этой арабской страны представляют именно проекты АПК. От продовольственной безопасности. Да, Юрсултан, знаете, вот что хотел бы мне понять. Ну, опять-таки, Казахстан с точки зрения инвестиционной своей политики, презентации своих возможностей, далеко не первый год занимается этим. Вот вы с чем связываете, что именно последние годы, последние два года, три года, так сильно у нас активизировались взаимоотношения именно с странами Ближнего Востока? На самом деле, я бы сказал, что у нас потенциал превышает вообще текущие цифры. На самом деле, если мы посмотрим с Катаром, у нас за все время около 75-80 миллионов долларов. Примерно вот в этом диапазоне. Это не что от возможностей, правильно? Это вообще как бы даже не рядом. На самом деле, именно страны Персидского залива, арабские страны, это то направление, куда вообще странам Центральной Азии стоит смотреть с точки зрения привлечения инвестиций. Потому что у них там, если у нас складывается ситуация, где у нас можно куда инвестировать, но нам нужно искать инвеститься, а у них наоборот, у них излишних средств, они обычно вкладывают средства в гособлигации США, другие ценные бумаги и могут инвестировать. Поэтому в этом плане мы взаимодополняем друг друга. Им нужен АПК, мы можем предоставлять АПК. Им нужен ГМК, мы можем предоставлять ГМК. Да, или нефтегаз. В целом, конечно, это связано со всей геополитической ситуацией в Евразии. После конфликта в Восточной Европе, можно сказать, баланс сил и в Центральной Азии вообще везде начал меняться. И Казахстан, так скажем, double down, как говорится по-английски, мы удваиваем усилия по диверсифицированию своих внешних связей. Сейчас для не только Казахстана, а вообще стран Центральной Азии открывается окно возможностей, чтобы максимально, скажем так, разнообразить свои контакты. И усилить свою национальную мощь. То есть, Эмин, я правильно понимаю, то, о чем сейчас Иерусалтан говорит, это опять-таки турбулентность, геополитическая турбулентность в мире, которая наблюдается, как и в Европе, тоже не все стабильно с экономической точки зрения. Соединенные Штаты, мягко говоря, отношения тоже похолодели последние годы с Ближним Востоком. Уже не будем затрагивать ситуацию с Россией и Украиной. То есть, в этом вопросе Казахстан и Средняя Азия в целом играют роль некой экономической тихой гавани. Я правильно понимаю, что в этой связи инвестиционная привлекательность значительно возросла? Да, в том числе и из-за этого. То есть, нарушились вот эти цепочки поставок и с Китаем, и с Европой, и за геополитические события в Европе. И в том числе и из-за этого, но еще есть и заинтересованность, я вот акцентирую, и Катара есть заинтересованность, потому что Катар там немножко как бы обделен от вот этих своих соседей стран, от Бахрейна, от Эмиратов, от Саудовской Аравии. В политическом плане у них немножко на регион и на мировую политику другой взгляд, иной. Вы знаете, я почему эти вопросы вам задаю, и в принципе я в них неплохо разбираюсь, потому что я много раз был в Катаре и работал там, и я вот прекрасно, вот то, о чем сейчас именно вы говорите, я прекрасно на своем опыте заметил, когда вот это все произошло с точки зрения блокады, по-моему, это было 5-6 лет назад. Этой ситуацией очень сильно воспользовались две страны, Турция и Россия. Я помню прекрасно, как доха, все супермаркеты, было производство двух стран в основном, это было турецкие и российские, да. То есть сегодня мы понимаем, что вообще вот с точки зрения экспортного потенциала, на ваш взгляд, кстати, обоим вам вопрос, казахстанский товар, он может быть интересен, привлекательен и конкурентоспособен на этом рынке? Может, может. Еще раз, вот как мой коллега сказал, у Катара большой инвестиционный потенциал. И если, и как раз у нас сейчас такой период, когда мы ждем эти инвестиции, мы защищаем эти инвестиции. Мы много говорим про защиту, про привлечение инвестиций. Мы создаем климат, законодательство, да, в этом плане у нас специальные зоны и так далее, да? Да, то есть мы вот прям, идеальный шторм для нас и для Катара, мне кажется. Да. Ясултан, а вот когда теперь говорим в обратную сторону, вообще Катар Казахстану чем-то может быть тоже привлекательный и интересен с точки зрения реализации проекта на той территории? Здесь бы я думал, что скорее всего Катар это образец диверсификации собственной экономики, потому что мы знаем, да, это страна Персидского залива в первую очередь, там основа экономики это нефть и газ. Но тем не менее сейчас на втором месте по доле, так скажем, прибыли это финансовые услуги. То есть Катар превращается в такой финансовый хаб на Ближнем Востоке. По сути это то, что стремится делать и Астана, Казахстан с такими проектами, как МФЦА. В этом плане мы можем, так сказать, многому научиться у Катара. Кроме того, несмотря на то, что у них относительно небольшая территория, у них налажено производство различных товаров, в том числе медицинского характера, то есть доходит до того, что мы можем, например, из Катары импортировать лекарственные средства. Казалось бы, это арабская страна, нефтяная страна, но тем не менее даже государство с такой небольшой территорией, оно диверсифицирует свою экономику у себя на этой небольшой территории. В этом плане у нас есть возможность для перенятия катарского опыта, я бы сказал. То есть то, что называется экспертиза. Иршултан, вот когда вы говорите про создание таких финансовых центров, вы приводите пример Дохи и Астаны, я бы здесь к этому моменту еще добавил бы как минимум два города. Есть еще у нас Дубай и Риат. Вопрос отсюда вытекает следующий. А вот в связи с тем, что Казахстан будет углублять отношения, допустим, с Катаром вот в этом отношении, нет ли рисков, что мы как-то может это повлиять на наши отношения с другими странами? Ну здесь же это не игра с нулевой суммой, то есть мы не исключаем других наших партнеров, у нас же многовекторная политика. У нас и Риат, и Дубай, и Катар. То есть это не означает, что мы, так скажем, становимся актором ближневосточной внутренней кухни, политики и начинаем дружить с кем-то против кого-то другого. То есть здесь у нас в этом плане наша историческая многовекторность, она, конечно, играет на руку, потому что мы сразу все правила игры и наши позиции перед всеми четко, абсолютно транспарентно описываем. Да, со дня обретения независимости, мне кажется, на международной арене мы доказали свою многовекторность, приверженность именно к этому курсу, и партнеры уже нас знают как игрока, который сбалансированно ведет внешнюю политику со всеми странами. Именно. А вот когда мы говорим про вопрос опять, теперь опять-таки на ту сторону, с точки зрения выхода на ближневосточный регион в целом, на ваш взгляд, ДОХА может быть таким принимающим пунктом, отправным пунктом для дальнейшего развития экспорта внутри региона? То есть опять, почему я это задаю вопрос, потому что мы возвращаемся к специфике взаимоотношений ближневосточных стран между собой. Да, мне кажется, здесь вот Катар сам заинтересован больше, именно как интегратор, как компенсатор страна, как страна, которая будет принимать и перераспределять наши товары, потому что, ну, это будет для Катару это придаст какие-то определенные силы, то есть и катарская внешняя политика тоже будет такая разно сбалансированная. Да, это вопрос, вы правильно говорите, это и позиции геополитические в регионе раз, но самое главное, с чего надо начать, о чем вы уже сказали, это вопрос продовольственной безопасности два, ну и понятно там экономического развития, да, все, что происходит на той территории, генерит там налоговые поступления и так далее, и вообще такой инжекшн в экономику, да. Когда мы говорим про гуманитарное сотрудничество, сегодня у нас вот там на культурологическом уровне, да, сегодня мы много говорили и слышали, что эксперты отмечают еще и возможности взаимодействия в образовательных сферах, в сфере здравоохранения и так далее. Здесь вот непосредственно с этой страной потенциал есть? Есть в Катаре очень хорошие университеты, очень хорошо спонсируются, и вот, как правильно выразить, образовательный туризм, он тоже может придать какой-то импульс двусторонним отношениям с Катаром. Вот наши калстанцы активно учатся в американском университете в Эмиратах, и это такое направление становится очень популярным, учиться в Эмиратах, и вот Катар может тоже занять вот эту нишу образовательную, стать привлекательным именно не только по высшему образованию, но и по исследовательским проектам, там, докторантура, магистратура, допустим, тоже такой приоритетный направление. Вы, как считаете, то есть вот, и еще просто к этому еще хотелось бы добавить, ведь мы последнее время большой акцент делаем на такой аутентичный туризм, который мы, въездной туризм, да, вот мы на территории страны развиваем и регулярно слышим от наших туроператоров и госагентств, которые в этом задействованы, да, что очень большой потенциал, и сегодня уже высокая динамика с высокой скоростью развития в плане туризма с арабского региона. Да, в целом, одно из направлений, так сказать, интереса катарской страны, кроме упомянутого АПК, это вот последние 2-3 года упоминается, это туристическая сфера Казахстана, как вы правильно сказали, у нас такой, можно сказать, натуральный, такой аутентичный туризм. Который для них очень привлекательный. Арабов никакими другими вещами не удивить. Соколиной охоты и так далее, в чем, кстати, мы очень похожи с нашими арабскими братьями. В этом плане, да, огромный потенциал, но это требует планомерного подхода, и здесь главный спрос и условия для иностранцев, для гостей, в том числе, не только для Катар, это облегчение визового режима, инфраструктура. И в этом плане, опять же, открываются большие возможности для привлечения арабских инвестиций, катарских, в казахстанскую сферу туризма. В целом, да, это очень перспективное направление. Своё мнение просто в этом плане добавлю, потому что я действительно видел много таких примеров, когда, и все мы, кстати, об этом все чаще говорим в последнее время, что в летний период, когда начинается вот эта огромная жара на территории Ближнего Востока, вот как раз-таки это для наших среднеазиатских стран, там, можно взять Закавказье, да, там, Азербайджан и многие другие страны, открывается большая возможность, потому что в мягкий климат они с удовольствием сюда едут, да. Вот, продолжая тему инвестиций, на ваш взгляд, сегодня у Казахстана есть сегодня какая-то стратегия, что нам в инвестиционной политике необходимо еще модернизировать, что нам необходимо доработать, какие условия нам необходимо дополнительно создать, чтобы, в частности, допустим, для катарских инвесторов, для арабских инвесторов повысить привлекательность, создать дополнительный импульс по притоку инвестиций сюда. Чего нам не хватает? В целом, об этом говорилось на расширенном заседании с участием президента недавно, говорил, что есть стратегии, но проблемы возникают уже на таком этапе исполнения. То есть, когда подписываются конкретные проекты, они географически, физически существуют, например, в регионах, и там проблемы с бюрократией, проблемы, так скажем, с некоторой волокитой, в том числе документной, и вопрос, конечно, безопасности этих инвестиций, doing business, как говорится, облегчение всех вот этих процессов. В этом плане цифровизация, конечно же, первое, что нужно внедрять, это инструменты цифровизации, чтобы все транспарентно, быстро, открыто, снижать вот эти все моменты бюрократические и сокращать все это, так скажем, время, что требуется для вот этих формальных процедур. Именно. Вот вопрос тоже вам я этот переадресую, касательно инвестиционной привлекательности непосредственно нашей страны. Но не будем забывать, и давайте правде смотреть в глаза, есть у нас еще соседи, которые тоже достаточно агрессивно сейчас проводят политики, в частности Узбекистан. Вот при вот этом выборе, в чем основное преимущество Казахстана, почему вот, скажем так, мы для всего арабской группы наиболее привлекательны? Ну, начнем с того, что, я думаю, не надо прямо так ставить, как Узбекистан и Казахстан, потому что мы прямо такие, как сказать... Стратегические партнеры, соседи, да, братья. Да, мы больше такие, да. Я думаю, если у Катара, допустим, будут интересы и в Узбекистане, это и Казахстану плюс. Если у Катара какие-то отношения и с Казахстаном развиваются, это и в Узбекистану плюс. Все равно мы две рядом стоящие страны. Но мы по отраслям, в принципе, отличаемся тогда, да? Отличаемся. Там, да, там, вы знаете, там хлопок, там другие производственные... Легкая промышленность. Легкая промышленность, да. У нас чуть... Нефтегаз. Нефтегаз, да. У нас больше вот мы... Мы видим все-таки Катар больше вкладчика, вот сельскохозяйственную продукцию. Да. Ну, сельскохозяйственную продукцию, это с точки зрения, как вы правильно говорите, мы сегодня затрагивали продовольственную безопасность. И понятно, что нужны наши плодородные земли, проекты, переработка и так далее. А вот нефтегаз, это с точки зрения, конечно, высочайшей катарской экспертизы, да? Потому что что такое газ, как с ним работать и его перерабатывать, я думаю, они знают лучше всех остальных. Я вас благодарю за эту интересную беседу. Хотелось бы еще раз напомнить, что сегодня у нас в гостях был Эмин Джабаров, главный эксперт отдела международной безопасности КИСИ при президенте, а также Юрсултан Дженсиитов, эксперт Института мировой экономики и политики. Ввиду целого ряда факторов, торгово-экономическое сотрудничество между странами Ближнего Востока и Казахстаном в последние годы набирает стремительный оборот. Только за последние 4 года объем торговли с катаром вырос в 5 раз и достиг почти 10 миллионов долларов. Эта цифра, конечно, далека от потенциала, как мы сегодня обсудили, и возможностей взаимной торговли двух стран. Но динамика налицо. Например, именно сейчас готовятся торговые соглашения по 60 видам продукции на общую сумму почти 250 миллионов долларов. Помимо широкой линейки продовольственных товаров и агропродукций, Казахстан интересует арабских партнеров и с точки зрения инвестиций в нефтегазовую, отрасль горно-менталлургическую, сельскохозяйственную, туристическую, торговую и другие отрасли. Катар является не только одной из самых богатых стран Арабского Востока, но и всего мира. Например, по уровню ВВП, а это 80 тысяч долларов на душу населения, эта страна находится на втором месте в мире, уступая только Люксембургу. Уровень экономики и покупательской способности, как вы понимаете, соответствующий. Одним словом, сегодня у нашей страны есть все возможности стать главным стратегическим партнером Катара в Центрально-Азиатском регионе со всеми вытекающими отсюда, конечно, экономическими дивидендами. А это была программа «Прайм Тайм». Мы вас всех благодарим, кто был с нами. Время нашей программы подошло к концу. Увидимся завтра в это же время в эфире телеканала 24TZ. И пусть ваш вечер будет добрым. Субтитры подогнал «Симон»!